МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в студии Илья Залевухин. Приглашаем эксперта, архитектор, городостроитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Очередной ипотечный бум. Теперь хотят строить дома многие. Как вам кажется, с чем связано? Связано это с тем, что, конечно, в своем доме жить комфортнее, удобнее. Если мы говорим про развитие института семьи, и если мы хотим, чтобы больше было людей в нашей стране, чтобы рождалось больше детей, конечно, в своем доме это намного комфортнее и удобнее воспитывать этих детей. И так далее. То есть, если спросить жителя любого, наверное, мегаполиса или даже небольшого города, где бы он хотел жить, он бы хотел жить, я думаю, что я бы, во всяком случае, ответил в своем частном доме. Другой вопрос, что необходимо строить инфраструктуру, социальную, инженерную, транспортную. И тогда мы с вами выйдем к требуемым квадратным метрам, как говорит президент в своем послании недавнем, что мы должны строить миллиарды и миллиарды. Но вот больше половины этих миллиардов квадратных метров в целом за 10 лет, это может и должно быть и ЖС. Вы знаете, вы говорите о том, что если спросить большинство будет за частный дом, мне кажется, что такой ответ мы бы получили не всегда. Возможно, после пандемии, когда многие устремились на дачу, как-то вот появился больше интерес. Но, например, если спрашивать молодежь или людей в крупных городах, часто услышишь, что дом – это еще и большая нагрузка, ответственность – это квадратные метры гораздо больше, чем в квартире. Это, с одной стороны, здорово, если большая семья, но если ты один, вас двое, это все надо убирать, это непонятно, откуда ехать, это в целом. А тут, например, ты рядом с метро, рядом с работой, не знаю, Москва никогда не спит, если говорим про этот город, но и в других крупных тоже, наверное, такой драйв определенный. Поэтому я сказал, что больше половины, потому что, на самом деле, я всегда говорю, вы знаете, что я часто выступаю за строительство небоскребов, и, конечно же, можно строить и 100 этажей, и 60 этажей. И, на самом деле, просто вопрос, где их строить. То есть, конечно, многоквартирные дома, они должны быть человениками. Это главный принцип. То есть, многоквартирные дома могут быть хорошие, хорошие многоэтажные комплексы рядом с метро. Например, если мы говорим про Москву, это пересечение МЦК Московского центрального кольца, МЦД Московских центральных диаметров. Это транспортные узлы. Вообще, для больших городов есть понятие transit-urrent-development. То есть, это застройка, ориентированная на общественный транспорт. Как раз для молодежи, для тех, кто жить хочет рядом с метро, не пользоваться своим автомобилем или каршерингом. То есть, пожалуйста, вы можете жить вот в этих домах. Но, соответственно, такого понятия, как многоэтажный пригород, нигде в мире не существует. А у нас, к сожалению, есть многоэтажный пригород. Поэтому пригород может быть только малоэтажным. И вот как раз для того, чтобы он появился, причем, говоря про Москву, даже внутри МКАДа у нас могут и должны появляться ИЖС-дома далеко от метро, ориентированные на автомобили. Есть территории, которые могут развиваться даже таким образом. И вот там люди могут, жители Москвы или других городов, могут жить в своем доме. А если мы говорим про небольшие города, то и в центре города, я не имею в виду коттеджные поселки, а вот улицы, трамвай может ходить, пожалуйста. И вы живете в своем доме рядом, школа, парки. То есть это нормальный тип развития. Кстати, кто был в Калининграде, может увидеть старые районы, которые, когда еще был Кёнисбергом, соответственно, но вот эти районы сегодня пользуются популярностью. Очень красиво, там люди живут в своих домах, в сетке, в городской сетке улиц. Да, и Малинау, потрясающие районы. Никаких проблем. Мы сейчас прям запускаем смс-опрос. Частный дом или квартира? Давайте выясним, сколько у нас приверженцев одного и другого стиля жизни. Я бы добавил в центре города. Или? Нет, просто частный дом или квартира рядом с инфраструктурой. Потому что обычно люди, понимаете, воспринимают частный дом где-то далеко, без инфраструктуры, оттуда не доедешь, непонятно, как в школу ходить. А надо спрашивать, частный дом или квартира рядом с инфраструктурой. Вот так уточняем, голосуйте 5445, присылайте короткий ответ, да или нет. Подведем итоги, дом или квартира. Сейчас послушаем телефонный звонок. Алексей Пермский, Край, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у вас вопрос, мнение. Слушаем, вы в эфире. Алло. Алло, Алексей. Я вас слышу. Нет, вот у меня сын взял ипотеку. Так. Как выплатить быстрее ипотеку? Еще раз, Алексей, плохо слышно. Вот сын мой взял ипотеку. Я хочу его быстрее. Как выплатить быстрее ипотеку? Фух. Можно ли досрочно? Да, тут, думаю, вряд ли подскажем. Хотя можно приадресовать этот вопрос нашему эксперту. Может быть, и с этим поможет. Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра Дом РФ. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, не секрет, что сейчас ипотека выдается на достаточно длительные сроки. Но по нашей статистике ее гасит быстрее. Средний срок выдачи порядка 20 лет. Средний срок реальной жизни кредита, то есть срок, в течение которого он гасится, составляет примерно 9-12 лет. И люди за счет того, что грамотно управляют своими финансами, откладывают деньги на досрочное погашение и гасит ипотеку быстрее. Тут нужно понять схему, по которой выгоднее досрочно платить, в зависимости от того, на каком сроке жизни кредит. Иногда бывает выгоднее гасить с продлением срока, иногда в основное тело долга. Возвращаясь к разговору о буме на ИЖС и выдачу кредитов под эти цели, давайте со статистики начнем. Михаил Анатольевич, знаю, она у вас как всегда подробная. Да, спасибо. Мы видим, что сегмент ИЖС – это самый быстрорастущий сейчас сегмент ипотечного рынка. За первый квартал мы видим выдачу примерно 20 тысяч кредитов на ИЖС. Это почти четверть всего первичного рынка жилья, первичного рынка ипотеки, выдаваемой на первичный рынок. Еще в 2021 году эта доля составляла 1-2%, пару лет назад 7%, а сейчас вот уже почти 25%. Всего за прошлый год было выдано порядка 120 тысяч таких кредитов, и это порядка 13-15% от ипотеки, выдаваемой на первичный рынок. Действительно, согласен с предыдущим спикером, у нас 70% населения по опросам, которые мы сами проводили совместно с СООМ, хотели бы жить в своем собственном доме. И действительно, не надо думать, что собственный дом – это какое-то такое вот далекое от цивилизации место, глубокие деревни. Нет, у нас жилищный фонд крупных городов, даже областных центров во многом состоит из индивидуального жилья. В таких крупнейших городах, как Краснодар, Ростов, Казань, доля ИЖС может составлять от 20 до 40%. И это, мне кажется, наибольшая точка роста именно застройка цивилизованного ИЖС с привлечением подрядчика внутри таких крупных городов, потому что инфраструктура там уже есть, там есть дороги, есть коммунальная инфраструктура. И люди хотят жить, и хотят жить в доме, но действительно хотят жить в таком доме, который недалеко от работы. Вот идеальный дом – это от которого ехать не больше, чем 30 минут до работы, и у которого есть все необходимые условия. Михаил Анатольевич, понимаем сейчас, в каких городах прежде всего есть большой спрос на ИЖС, на дома? Да, понимаем. Вот я в предыдущем ответе, наверное, немножко забежал вперед. Это города южные наши все, там спрос на ИЖС просто огромный, это Северный Кавказ. Но это города центральной России тоже, на самом деле, предъявляют достаточно высокий спрос. Такие города, как Ярославль, Нижний Новгород, Великий Новгород и так далее. Там действительно в пределах города, в пределах города и в ближайших субурбии спрос на ИЖС очень большой. Люди хотят использовать ИЖС, самое главное, как постоянное место жительства. Не как второй дом или как дача, это там распространено действительно в крупнейших городах. Но это не обязательно модель для всей страны. В областных центрах люди хотят использовать и могут это делать, собственный дом, как постоянное место жительства. На каких условиях сейчас такие кредиты выдаются? Ну, сейчас все практически выдаваемые кредиты на ИЖС, они выдаются в рамках периметра программы ипотеки с господдержкой. Тут зависит от программы. Если в рамках семейной ипотеки берется такой кредит, это около 40% всех выдаваемых кредитов на ИЖС, то это ставка 6% для семей с детьми. Тут не надо забывать, что у нас почти 70% заемщиков, это семьи с детьми и есть. Если в рамках программы льготной ипотеки, то это 8%, для Дальнего Востока это 2%. Так что ставки по программам с господдержкой, они, естественно, ниже, чем рыночные. Но мне кажется, что как только уровень ставок в экономике, ключевая ставка Банка России перейдет к снижению. В следующем году, в 26-м годах, будут развиваться рыночные сегменты. Этому способствуют поправки законодательства, над которыми мы совместно с Минстроем работали. Это распространение моделей проектного финансирования с счетами СКРО и на сегменты ИЖС тоже. И коротко о перспективах развития этого рынка. Появляются информации по поводу единой ипотеки ИЖС, которая может заработать к середине 2024 года. Какие программы и как будут дальше действовать? Многих волнует. Долго ли с нами еще такая ипотека? Ну, знаете, сейчас этот вопрос активно обсуждается в рамках рабочей группы Минфина России на площадке аппарата правительства. Я сейчас не хотел бы забегать вперед и что-то комментировать. Мне кажется, в ближайшие месяц-два мы уже все узнаем совершенно точно. Да, вернемся к этому разговору. Спасибо, Михаил Гольдберт, руководитель аналитического центра Дом.РФ. Поступают сообщения от наших телезрителей. И тут мнения разнятся. Вот, почитаю некоторые сообщения. Только квартира. Это Ирина из Кургана пишет. Владимирская область квартира. Пришел с работы и на диван. И тоже за квартиру телезритель из Ленинградской области. Там хорошо лениться, комфорт, в доме постоянные дела. Дальше. Надо иметь частный дом с бассейном в Сочи, считает телезритель из Санкт-Петербурга. Но тут не поспоришь. Если такой дом будет, то это точно будет хорошо. Если говорить о вот этой моде, которая сейчас начинает набирать обороты, может ли это существенно повлиять на облик наших городов? Конечно, конечно. Вы понимаете, когда сегодня люди, даже по картинкам, которые транслируются, это какой-то непонятной архитектуры дом. Где-то, в общем, нет отсутствия дороги. Собаки лают. На самом деле, конечно, людям, наверное, даже сложно представить, которые не были в тех районах Калининграда, например, или каких-то благоустроенных районов. Например, Череповца, городом, с которым я сегодня работаю, там тоже есть небольшие. Вообще, много районов у нас в городах, как вот сказал коллега, есть, где достаточно хороший ИЖС. То есть что это такое? Это качественная дорога, это освещение, это тротуар, это общественный транспорт даже. То есть это какие-то, может, небольшие даже заборы. И, в принципе, вы живете как бы в парке, то есть много деревьев. То есть это другой тип застройки, которые люди, которые путешествовали по миру, тоже, в принципе, себе представляют. Это вся Скандинавия, это вся Америка, это даже Китай. То есть если мы с вами поедем в Китай, мы не увидим вот везде огромные дома. То есть тут надо представлять себе, как выглядит этот тип застройки. Он вообще, это не заброшенная деревня какая-то. Вот, это город, который выглядит качественно. И сегодня те выставки, которые проводятся, да, и те предприятия, которые сейчас строят, да, вот эти, скажем, да, какие-то домокомплекты, да, которые ты можешь просто уже собрать, собственно, сам этот дом. То есть он по-другому выглядит. Это хороший, качественный, современный дом. Но очень важно вот именно благоустройство и наличие вот этой инфраструктуры, потому что она задает главный темп. Да, то есть даже если... То есть когда вы смотрите на город, вы воспринимаете, есть ли там деревья, есть ли там освещение, есть ли там дорога. А дома могут быть все немножко разные. То есть не нужно стремиться к единому облику домов. Ну, там, не выше двух этажей, с определенной красной линией. То есть есть регламент, который задается, да, для определенного типа застройки. И он выполняется. Причем участки могут быть даже небольшие. Мы говорим, что это в городе может быть там, ну, не знаю, три сотки, да. То есть шесть соток – это уже большой участок в городе. И так далее. Поэтому если... И вот президент говорил в послании, да, про 200 мастер-планов, стратегических мастер-планов, которые должны сделать свои города. Когда у города будет план, когда город будет понимать, где у него квартиры, потому что где большая плотность людей, это так называемая застройка центральная, да, ориентированный общественный транспорт, где застройка на автомобиле рассчитана, ну, тоже с инфраструктурой, будет это все координировать. Вот тогда по этому плану и будут меняться наши города по мастер-плану, да, как сегодня называют, стратегическому мастер-плану. Это идеальный вариант развития. Идеальный, но он возможен. Без него на самом деле... Мы за него, да. Без него не получится. Вот, понимаете, тут один такой момент, что без плана, без проекта города это развитие будет хаотичным. Где-то надо строить малоэтажку, а где-то не надо строить малоэтажку. Тут просто важно понимать, чьи интересы будут больше учитываться при разработке этого плана. Поясню, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что чем доступнее становится такая ипотека, а это действительно большая работа проделана, еще там 5-10 лет назад такой принцип был невозможно. Сейчас, действительно, вот доступность ипотеки на дом, естественно, приводит людей к такому выбору. Естественно, появляется больше банков... И дальше стоит вопрос, где строить? Нет, нет, нет. Дальше подключаются банки-застройщики, да, если есть спрос. Но при этом мы понимаем, что особенно в крупных городах, ну, конечно, застройщику часто выгоднее построить тот самый Человейник. По-любому, мне кажется. А мы для застройщика делаем наши города? А мне кажется, что многое сейчас в защиту застройщиков делается и обеспечивает им комфортную жизнь. Вы знаете, ну, во-первых, застройщики могут строить дальше те же самые многоэтажные дома в тех местах, где это будет, скажем так, наиболее эффективно. То есть сегодня у нас нет этого плана зонирования города, и у нас появляются те самые многоэтажные пригороды. То есть потому что, ну, есть кусок земли, почему бы там не построить многоэтажные дома? Возникают вот все эти районы, особенно, да, в региональных столицах мы видим, что там в региональных городах возникают эти пригороды. Соответственно, да, то есть если будет этот план, во-первых, любой план, генплан или мастер-план, он делается и должен делаться в интересах жителей города. Да, но он не может по-другому быть. Застройщик, если мы говорим с вами, он, если будет этот план, в нем будет место для застройщика. Но нужно определить те территории, которые городу выгодно развивать. Потому что это будет все с нами 20, 30, может быть, 50 лет. Во-первых, следующий момент. Государство сегодня вкладывает развитие в инфраструктуру, да, деньги, средства большие. Вот куда они будут вложены? Они будут вложены в существующую территорию. Или, например, у нас есть города, где есть ИЖС, ну, даже дачи или даже ИЖС внутри города. Вот там мы будем делать с вами дороги или газы, инфраструктуру, чтобы люди могли построить все качественные дома в центре города. Или мы будем в поле тянуть эти сети. Вот, например, выбор, да, мы будем куда их тянуть. То есть вот эти вопросы можно решить, и для застройщиков тоже найдется свое место в городе. Но просто нельзя все решать, исходя только из квадратного метра здесь и сейчас. Потому что эти города, они будут потом 20-30 лет. Нет, Москва живет по плану, разработанную в 35-м году. Понимаете? То есть уже 80 лет. И инфраструктура, она не делается на 5 лет, она делается на 50, на 100 лет. Соответственно, понимаете, ну, как это можно без плана? Тогда, если говорить про ИЖС, нужно определить место ИЖС. Вот где ИЖС будет развиваться. И чтобы ИЖС спокойно там развивалась. Чтобы ИЖС понимал, ну, те, кто делает ИЖС, что завтра не придет застройщик и не скажет, мы вас тут убираем по плану, и тут будут многоквартирные дома. То есть должна быть четкая, понятная вера, да, в будущее. То есть этот план, он должен быть доступный, понятный и всем найдет свое место. Кстати, очень много работы в строительстве этой инфраструктуры. Вот компании, которые, да, идут на тендер и работают с бюджетом, они же могут делать инфраструктуру. Это те же дороги, социалка, инженерка. То есть огромные средства сегодня идут в города, и их надо реализовывать. А люди возьмут кредит и построят себе свой ИЖС. Покажите им место и скажите, что да, здесь будет инфраструктура, и здесь будет безопасно. Вас никто отсюда не попросит уйти через два года. Есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем Татьяну. Красноярский край. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна. Значит, только за частный дом, однозначно. Так. Тем более, что сейчас столько технологий современных. Это должен быть дом рассчитан на количество проживающих в нем людей. Не обязательно строить три этажа, если у нас два человека. Вот. И это все будет экономично, экологично, если все это просчитать. А сейчас такие технологии. Да, мы поняли. Татьяна, а вы живете сейчас в доме или в квартире? Да, естественно. Всю жизнь только в сельской местности. Города мне и близко не надо. Это другое. То есть, если у нас ездите там, ну, куда-то посетить, там, допустим, музей, там, концерт. Вот только с этой целью мне нужен город или в Балицу. Понятно. Татьяна, спасибо. Инфраструктура. То есть, живешь в своем доме, но иногда пользуешься инфраструктурой. А еще мы говорим с вами все-таки про ИЖС внутри города. Понимаете? То есть, понятно, в сельской местности. Понятно, что когда ты видишь многоквартирный дом в сельской местности, были у нас такие случаи. Это вообще странно. Да, вот сейчас часто можно увидеть в центре, не знаю, Воронежа, Ростова. Нет, нет, но это не сельская местность. Давайте возьмем какое-нибудь село, и там строили многоквартирные дома. Это вообще странно. Но мы сегодня с вами говорим о ИЖС внутри города, внутри Воронежа. Я думаю, что и там бывают странные ситуации, когда современная многоэтажка, а рядом такой прям, ну, такой приземистый домик интересный. Приземистый домик можно заменить на хороший качественный домик. Это не означает, что приземистый домик надо обязательно менять на многоэтажку. Безусловно. Это вопрос плана, то есть расчета инфраструктуры, количество людей, как город развивается, он сжимается ли, или либо увеличивается. Вот, кстати, если мы говорим про северные города, да, у них, в принципе, кстати, тоже нужно делать ИЖС, потому что в многоквартирном доме на севере ты живешь, и, собственно, тебе вообще, ну, как бы, некуда выйти, потому что дворы там все в снегу и так далее. И когда мы изучали опыт, например, Анкориджа, да, вот на Аляске, знакомый нам, недалеко тут, да, находится, вот, да, там теплый климат и так далее, но тем не менее, да, то есть там есть центр, там есть бизнес район, деловой район, центральный бизнес дистрикт, центральный деловой район, а дальше есть разные типы ИЖС. Есть побогаче ИЖС, попроще ИЖС, такой ИЖС, секой ИЖС, аэропорт, и все это выстроено ИЖС. Есть школы, детские сады и все внутри этих районов. Но люди живут в ИЖС. У нас не на Аляске, а у нас квалифицированных кадров достаточно, чтобы такие мастер-планы разработать сейчас. Слушайте, но это не значит, да, конечно, мы этим не занимались 50 лет. Два поколения людей, как бы, да, у нас где-то с конца 70-х годов не занимались стратегическим градостроительством, да. Но это не означает, что мы не должны этим заниматься и дальше продолжать идти по тому пути, который проще. Строить многоквартирные дома в поле. Потому что и застройщикам, кстати, это будет невыгодно, потому что люди перестанут это покупать. Они уже перестают это покупать. Вот мы каждый год ждем, когда перестанут покупать, когда цены осядут, потому что спрос просядет. Нет, нет, это произойдет. Просто, понимаете, это уже происходит. А дальше это все станет балансом государства, потому что государству придется это выкупать и содержать на своем балансе. И вот та проблема обманутых дольщиков, которую мы, слава богу, постепенно сейчас решили, может потом еще одной волной к нам прийти вот этими вот многоэтажными пригородами, которые сегодня создаются. Вы просто поймите, что это очень надолго нужно смотреть. Даже не на 5 лет, не на 10, а на 30 лет. Меня уговаривать не нужно, я за такое гармоничное развитие. Так и будет. Хочется понять, как сейчас эту работу ускорить. Как сейчас, очень просто. То есть отказаться от многоэтажных пригородов. Пригород может быть только малоэтажный. Это кто должен волевым решением? Администрация города, губернатор, мэр. Он должен это понять, потому что от него зависит. И сказать, так, смотрим, где есть инфраструктура. Вот у нас есть центр города, сегодня есть механизм КРТ. Это комплексное развитие территорий, заброшенных территорий в центре города. У нас огромное количество таких бывших промзон, которые пылят, которые не нужны. Промзоны нужны, но для них нужно строить отдельные территории. В принципе, до этого мы сегодня уже дошли. Но просто еще, как бы, да, вот то, что там, ну, как бы, за нами следует, этот многоэтажный пригород, просто его нужно, ну, останавливать, как бы, да. Не нужно строить многоэтажный пригород. Если нету центра города, если нету возможности сделать социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру в полном объеме, не нужно пытаться делать город, потому что город, это только 30% здания, да, от стоимости. 70% это инфраструктура. Поэтому нужно посмотреть, да, как развивается город. И, например, какие-то пятиэтажки, ветхий фонд, их же можно убирать, и вместо них делать ИЖС, потому что там есть сети. То есть, в принципе, ну, как бы, да, эти дома выходят из, ну, как бы, строя постепенно. Так, реновация в масштабах страны. Да, реновация в масштабах страны, может быть, вместо пятиэтажек ИЖС, понимаете? Это абсолютно реально. Мы вот, опять же, в Череповце такое предлагали, и постепенно, постепенно все это реализуется. Вот, и в других городах, любой северный город, возьмите, я уже не говорю про южный, там можно спокойно переделывать пятиэтажки в ИЖС. То есть, у ИЖС огромное будущее. Будем следить за ним, да, за этим будущим. Смотрите, у нас итоги опроса такие сейчас. За дом высказали 78%. Квартира 22%. Ну, 78%. Потенциал большой, мы видим. Ну, понимаете, 78%. То есть, еще чуть-чуть объяснить людям, что там будет вся инфраструктура, и будет 100%. Потому что те, у кого есть квартира, они в ней уже живут, окей? Ну, тут лучше не людям объяснять, а чтобы действительно инфраструктура была, чтобы ее видно было глазом, и тогда больше... План для этого нужен. А даже финансирование сегодня есть. Последний президент сказал, будут долги прощать. Эти деньги будут обращены в инфраструктуру. Вот где ее будут строить, это важно. Спасибо. Илья Залевухин, архитектор-градостроитель. Дневная часть программы «Отрошение» подошла к концу. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.